Мы должны иметь баланс. Если я хочу, чтобы муж был ответственный, какие качества я должна иметь, чтобы притянуть мужчину ответственным? Девочки, скажите, какой должен быть мужчина? Не знаю. Кто знает? Какой мужчина должен быть, если я хочу, чтобы... Какая я должна быть? Если я хочу, чтобы мужчина был ответственный? я должна быть ответная говорят я могу должна себе заботиться уметь принимать принимать колокольчик так неплохо то есть я должна быть ответная вы ни одна кто-то говорит это уже имеет место быть почему это я должна быть почему я хочу быть богатого мужчина должна быть бедном мужчина если я хочу иметь умного мужчину я должна быть красиво мужчина я должна быть не крышу А чтобы он был сердечный, я должна быть бессердечным. Типичная проблема. Если я хочу, представьте сразу тренер и спортсмены. Если я хочу, чтобы тренер взял за меня ответственность, то и сказал, я тебя приведу в олимпийскую сбору, я тебя сделаю чемпионом. Какая я должна быть? Exactly. Я должна быть послушной, я должна быть хорошим учеником, принять своего тренера как учителя и сказать, что все, что ты скажешь, вы скажете, дорогой учитель, я буду делать то, что я знаю, я вас выбрала, и я хочу, чтобы вы довели меня от олимпийских чемпионских пятисталов. Если же я сама себе хозяйка, то будет у меня мужчина ответственный. Какая-то такая самая независимая, ищи себе кого-то такого же независимого. И что у вас будет в параллельной мере? Не пересекающий. Это один из моментов, очень много документов. То есть здесь вот осознанно для чего сейчас скажем? Очень много моментов, мы, естественно, все не посмотрим. Даю вам осознанность. Вот это пример. Как важно то, что я хочу. То, что я хочу здесь справа. То, что я имею, должно быть балансом. Но нужно очень презво оценить. То, что я даю. Или на этом можно иметь то, что я хочу. А для этого нужно изучить себя, как женщину или мужчину, как себя, кто я есть, кто я и мое тело. И изучить партнера потенциального. Для того, чтобы понимать, что они хотят. И тут мы с вами плавно подошли как раз к началу. Итак, мы говорили, что многие из нас уже имели больше одних отношений. Опять же, чтобы вас не спрашивать, не тратить время, просто пока сейчас осознавайте себе потом дом проработки. Значит, после того, когда вы разошлись, то самое первое, что мы должны сделать, это мы должны сделать анализ ошибок. Ребят, приведите все к спорту. Я из спорта, и в принципе, я науки хорошая, писать о спорте. Команда проиграла. Что мы делаем? Анализ, разбор полетов. Даже если мы выиграли, мы тоже делаем разбор полетов, чтобы быть еще лучше. Почему мы проиграли, что было не так? Разбывается? Когда мы разошлись. Самое первое дело, анализ, почему мы разошлись. Какая была причина этому? Понятно? Почему не удался забег или тест на сексуальную совместимость? Это номер один. После того, когда я осознал, что было так, что было не так, что следующее нужно делать? Ну, вы узнаете, что знаете, что было не так, что было и что я сделаю не так, что делать так. Составляем программу. Как это решить? Будем развиваться. Программа развития. Мы выяснили, что у нас плохая защита в команде. Что надо делать? Развивать защиту. Я осознала, что у меня не было терпения. Или я была группа со своим мужчиной. Когда он приходил, я вечно говорила, и ставлю туда тапки. Где твои носки валяются? Почему они валяются? А ты не приготовил поужинать, дорогой? Если я осознаю. А как я осознаю? Смотрим на то, на что ему не нравилось. Что не нравилось мой партнер? Все говорил. Он приходил домой и говорит, что ты вечно на меня кричишь? Почему прихожу домой и никогда нет покушать? Крепи сердечное. И мне не хватает ласки от тебя. Наш партнер это первое показатель того, что нам не хватало. Все очень просто. Итак, мы выработаем программу, что мы будем делать для того, чтобы исправить этот процесс. Да? Что дальше делаем? Итак, мы разобрали, чего не хватает. Мы сделали план, что мы будем делать, чтобы после этого выполнять. Замечательно. Мы развиваем все эти качества. То есть мы называем... Не дели рисовать. Мы называем это... Я наполняю свою самодостаточную. Только самодостаточную. Самый важный первый шаг. Я должен стать самодостаточным. Прежде чем начинать новое отношение, я должен наполниться. Красносуд наполниться всем необходимым содержанием для того, чтобы найти подходящего партнера. Наполниться всем самым необходимым. С учетом тех ошибок, которые у меня уже были. Очень важно. Если ошибки не исправил, те ошибки, которые у меня были, это показатель того, что моему партнеру не нравилось, это показатель того, что я не доработал. Помните, что партнер в нашем тазерпоцеркве? Господь, селенная судьба влияет на нас через обстоятельства, через людей. Через судьбу. Вася со мной разговаривает очень грубо. О чем это говорит? Если муж разговаривает с женой грубо, о чем это говорит? Девочки. Да, он не уважает женщин. Он и жена его не уважает. Почему жена не уважает? Наоборот. Кто не уважает? Жена. Жена мужа не уважает. Жена себя не уважает. Жена себя не уважает. Окей. Подумайте, ребята, вопрос, скажите для вас, у каждого свой ответ. У каждого свой ответ. Почему со мной муж, к примеру, разговаривал грубо? Кажется, в самом деле. Кто-то не проявлял смирение, а у кого-то гордынь очень большая. А когда на нас кричат, когда нас унижают? Да. Солдаты, мужчины, кто мужик Иван Милов? Родопаструйся. Иванов, два наряда вне очереди. За что, товарищи, как делал? Три наряда. Гордыня. Не умеешь? Научим, не хочешь? Заставим. Молодец. Избавляем, чистим от гордыни. Да? То же самое здесь в отношениях, когда женщина, когда мужчина поднимает его, куда он не доболен? Значит, что ты жена делает не то что? То есть, помни, позиция, он генерал. Муж, генерал. Какой бы он ни был генерал, ты говоришь, да он не нормальный вообще, он не умеет, он ничего не понимает. Вообще, тут басик у нас такой вообще. Сынок, ну ты знаешь, что у нас папка, она всегда такой. Я тебе говорила, сколько тебе разговаривала, что так будет. Поворачивай направо, Советение субординации. И, как я говорю, есть три разные, три основные предназначения, которые мы должны исполнить. Базы очень-очень важные. Если мы будем их исполнять, действие согласно предназначению, у нас намного меньше будет проблем. Номер один. Какой номер один самое-самое базовое, как мы наши предназначения, друзья? Действовать согласно телу. Я Жигуль или я КамАЗ? Что определяет метод? Это то, что определяет метод Мишенисты. Я лев или я птичка? Номер один. Тело храм души определяет, что я должен делать в этом теле, в этом воплощении. мужское и женское. Номер один. Самое базовое. и к этому телу идет инструкция. Как комбайна, да? Кухонному. Как им пользуются, чтобы его не сломать. Он очень многофункциональный, очень много может что-то сделать. Но я должен знать, как правильно им пользоваться. Если нажимаем эту кнопочку, сломается, сломается, ремонт, все, потерял. И так согласно телу. А для того, чтобы научиться действовать согласно телу, что должен сделать? Изучить инструкцию. Я называю просто обязанности мужчины и обязанности женщины. Я изучаю свои обязанности для чего? Чтобы развить необходимые качества, которые я должен иметь. И я также изучаю обязанности партнера для чего? Чтобы ему напоминать, когда он задувает про него. Правильно? Да? Вот напоминает партнеру, что ты Вася, ты безответственный. Ты должен обнимать меня пять раз в день. Ты должен мне подарки дарить. Ты вообще не совсем не выполняешь свои обязанности. Ты вообще не мужчина, я тебе скажу. Нет, ты не мужчина. Вот для этого нужно изучать мужские обязанности тоже, как женщины. Хороший путь для того, чтобы убить проблему. Мы изучаем обязанности партнера для того, чтобы знать, как ему сложно выполнять свои обязанности. И я изучаю для того, чтобы помочь ему исполнить его обязанности. Но помочь не то, что я беру свою копалку, я девочка, Вася, и Дема, я буду помогать зарабатывать. Вася с тракторами ногами заряженный, а я беру лопатку такую детскую Дема, я тебе буду попахать. Я упахалась за целый день, одну сутку скопала, лежу до горы пупом, в вечере заряжать немало и трактор приехал так же незаряженный. Я тут допомогала, мы працювали, я живу, хорошая заработала, заработала одну сутку. Да? Опять все свое тело. О чем мы говорили? этого? Обязанность согласна свое тело, да? Скорее женское. Окей, итак, мы изучаем обязанности мужчины и женщины. Мы изучаем свои и своего партнера. Для того, что своим поведением помочь партнеру исполнять его обязанности. Как мы, к примеру, говорили про ответственность. Если хочу, чтобы мужчина был у меня ответственным. И я понимаю, что мужчина тогда будет ответственный, когда я буду проверять смирение, принимать его за лидера, за тренера, за капитана. И буду играть в достойную помощницу. Он король. А я кто? Служанка. Нет? Королева. Правильно. Я королева. Так если я королева, девочки, точно считаешь, что королева? Скажите, Поднимите руки. Кто считает себя сапожницей? Уже немного королевы. Так вы королевы или где? Не понимаю. Предвидитесь, куда вы. Кто королева, еще раз попробую, еще раз я не вижу. Все королевы должны быть. Все должны быть королевами. Ты все максимум. Если я себя не уважаю, я стану королевой. Так так, поскольку я королева, значит, а возле меня кто должен быть? Чтобы я была королевой? Король. А если я такая королева, а возле меня баска, сапожник, то я могу быть королевой? Могу я быть королевой своего мужа, который сапожник? жена сапожника кто является? Сапожницей? Не королевой. Соответственно, если я хочу быть женой, если я хочу быть королевой, возле меня должен быть корол. Корол. Я должна к нему относиться, как королю. Помятую о вашей сильнейшей энергии, которая всем восемь раз сильнее мужской, что вы посеете, то и пожнете. Вы можете из короля сделать бровягу, бомжа, безопределенного места жигаства, а бы но в поке. Из бомжа сделать короля. Отзывается, девушка? И ценен тот, король будет ценить ту женщину, которая помогла ему зайти на этот юбестал. Как на выборы, знаете президента? Президент играет команду. Каждый играет свою роль. И те, кто был в команде помог ему зайти на этот президентский пост благодарность им бесконечна. А те, кто приходят на готовь, играет ненадежные люди. Будьте королевами. Создавайте своих королев. Итак, продолжаем дальше. Сколько времени у нас есть? Хорошо, ладно, работаем, пока работаем. Я просто хотел, чтобы вы еще потом обменялись информацию, что она будет очень полезна. Итак, давайте поднимем итоги, что мы на это время уже с вами осознали. Мы осознали то, что все из причинно-следственной связи. И я имею те задачи по жизни, которые я вижу на примере своих родителей. И то, что мне не нравится поведение моих родителей, и что вам не говорили, какие у меня нехорошие качества, это то, над чем мне нужно работать с самого начала. Задача номер один. Если я это не отработал, то обучение пройдет дальше. в виде уже моей половинки, если это не помогло дети, это не помогло соседи, братья, сестры, и так далее, и так далее, работники, работодатели, и так далее, и тому подобное. Это номер один, с чего нужно начать развиваться. Пробедите необходимые инструменты, с которыми мне будет легче в жизни исполнять свое предназначение. Окей? следующее. Кстати, скажу вам, вот это акро-юга называется. Это очень хорошее взаимодействие с партнером для развития взаимопонимания. И вот я спрашивал, кто хочет узнать, как с партнером можно узнать о сексуальной совместимости, не вступая в таковую. Кто еще хочет узнать в таковую? Хорошо, давайте скажем. Итак, как узнаете сексуальное совместительство и партнером, не вступая в таковую, до джерибы? Поскольку вы понимаете, что первые три чакры, вторая чакра из них это продолжение рода и удовольствие, да? Первые три чакры это продолжение, это защита. Все знакомы с чакрой? Кто с чакрой незнаком? Кто незнаком, скажите? Чакры энергетические центры, 7 основных центров, каждый из них отличается к качеству. Мы сейчас говорим о базовых трех. Первая чакра отвечает за защиту, за то, чтобы нас не съели камазка на природном уровне, чтобы нас не съели хищники. Вторая чакра это размножение и большие удовольствия, чтобы мы не выбор никак то соби, да? И третья это кушать, питаться, защищать, выживать другими словами. Это все связано с этим. Вот эти трезвенные энергетические центры, напомню вам, что они есть у всех живых организмов, даже самых-самых мелких. Все защищаются, мы еще говорим базовые пока, да? Да, базовые. То есть все организмы, даже самые мельчайшие, все защищаются, все размножаются и все выживают, всем нужно кушать, спать и так далее, да? Так вот, если мы находимся только на этих базовых чакрах, мы еще не человеки. Человеки начинаются с сердечной чакры. Семь чакр и четвертая чакра сердечная это откуда начинается духовность. То, что внизу, первые три, это базовые. Но эти базовые должны быть. Есть это как корни, я называю корень у дерева. Если у тебя корни слабенькие, здесь нет ни первой чакры, ни второй, ни третий, ты не можешь удовольствие получать. 1 чак это не только продолжение рука, совершение удовольствие, вкус. Помни вы, что все, что я не делаю, я должен научиться получать вкус от того, что я рано встаю, от того, что я занимаюсь об�чивое боготво besser, от того, что людей люблю, ли цветочки. Дoriented eger используют пять чувств, все пять чувств должны научиться удовольствие получать. От всего, что я ношу, что я слышу, что я вижу, что я вкушаю, всему прикасаюсь. Еще можно добавить два. Это мое внутреннее эмоциональное состояние и духовное. Это уже высший класс. Возьмите базовые хотя бы пять, в которых есть слух, зрение, обоняние, связание и все остальное. Вот если я не развиваюсь в этих направлениях удовольствия, значит я не получаю достаточно энергии второй центра. Итак, первые три чакры. Это базовые у любого живого существа, они есть для того, чтобы оно выжило, чтобы оно не умерло, не вымерло. Мы сейчас говорим с вами о том, как найти себе партнера, не вступая в сексуальные отношения. И он знает, что этот плой будет нормально. Когда поженимся, открываем, пойдем на свадебное ложе, что не будет разочарований. Смотрите, наверное, я не знаю, откроет у вас новость, но идея какая. Все эти центры продолжения рода второй удовольствия, это врожденные. Если у вас все хорошо и что не сломалось, то здесь не нужно об этом беспокоиться. Ребят, кому отзывается, что учиться, как заниматься сексом, не нужно? Что, надо учиться, да? Ну, если вы ставите это во главу, да, вот мне учиться нужно сердечность проявлять, не нужно духовно, не учиться нужно разговаривать. Если я ставлю это за основу в главу, чтобы мне, да, я могу изучать сексуальные техники, камасутры, тантры и все остальное прочее. Да, могу. Если я ставлю себе это во главу, и мне скажем, что мне энергии в троечах не хватает. Возможно, не надо до какого-то уровня, но главное, чтобы не оставаться внизу, поднимать все энергии вверх. Так вот, поскольку у нас есть природное влечение к партнеру, не нужно его развивать. То нужно нам об этом беспокоиться? Мы можем определить, что? Насколько партнер совместил с нами? Тот ли это партнер? Да? Партнер, который меня встречает. Насколько он мне подойдет в сексуальном плане, да, мы с ним поженимся? Женимся. Девочки, вы сейчас все знаете, я вам сейчас напомню, вы это уже все знаете. Как можно определить, что мальчик вам сексуально притягивает, не вступая в сексуальные отношения? Да?